МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Убгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Розоваев. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. Губернатор Калужской области поздравил сотрудников управления автомагистрали Москва-Бобруйск с 65-летием ведомства. На улице Курчатова торжественно открыта мемориальная доска в честь Владимира Поплавского. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души, со всем энтузиазмом. Разговор о высоком с Вячеславом Гордеевым. Медленные безопасные гонки на самокатах? Да, и такие соревнования бывают. Губернатор Владислав Шапша встретился с коллективом управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск. Поблагодарил за вклад в улучшение качества автодорог области и вручил региональные награды лучшим сотрудникам. Более полутора тысяч километров федеральных трасс, в том числе 500 километров дорог, проходящих по территории Калужской области, обслуживает это управление. В этом году ведомство отмечает 65-летие. Почти 20 лет организация базируется в нашем регионе, участвует в масштабных проектах. Капитальный ремонт М3 Украина на подъезде к Калуге, капремонт обхода Калуги, участок трассы Золотое кольцо, капитальный ремонт трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. До конца 2022 года в Калужской области отремонтируют 66 километров Варшавского шоссе. Из них на 27-м километровом участке в Массальском и Борятинском районах будет выполнен капитальный ремонт. В планах строительство обхода Медени, капремонт трассы Р-132 с увеличением до 4 полос на участке Калуга-Вязьма. Используемые современные технологии, оборудование обеспечивают безопасность и комфорт на дорогах. Владимир Поплавский, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор технических наук, занимал должность заместителя генерального директора физико-энергетического института, внес огромный вклад в научную жизнь города Обнинска и страны в целом. И сегодня на улице Курчатова состоялось торжественное открытие мемориальной доски, чтобы увековечить память физикоядерщика. Родился Владимир Поплавский 20 марта 1938 года в городе Шилка Читинской области. Окончил с отличием Томский политехнический институт, а после он начал свою деятельность на базе физико-энергетического института в 1960 году в должности инженера. Его научно-организационная деятельность неразрывно была связана с разработкой технологии и обоснованием безопасности атомных электростанций с реакторами на быстрых нейтронах. Сегодня очень знаменательный день. Мы открываем памятную доску блестящему ученому, прекрасному человеку Владимиру Михайловичу Поплавскому. Много было сказано о его достижениях. И то, что сегодня юбилейный год у нас, и то, что он в нашем городе начал свою работу с 60-го года от инженера до заместителя директора института, это говорит о том, что все то, что было сделано, оно оценено многими. Владимир Михайлович, естественно, для нас, для большинства из тех, кто стоит здесь, совсем не отлитый в бронзе нечто, а совершенно живой человек. Он был представителем той славной плеяды советских ученых, инженеров, которые сформировали и образ института, и образ научного направления, если хотите. Его трудовой путь достоин всяческого уважения. Человек прожил хорошую, интересную, трудную, профессиональную жизнь. Одним из направлений начального этапа научной деятельности Владимира Поплавского стало выполнение работ по экспериментальным и расчетным исследованиям по изучению аварийных процессов в парогенераторах «Натрий-вода» и разработке рекомендаций по созданию систем аварийной защиты этого оборудования. Указанные разработки внедрены в проекты реакторных установок БОР-60, БН-350, БН-600, БН-800 и полностью подтверждены успешным опытом эксплуатации. В последние десятилетия научные и производственные интересы Владимира Михайловича были связаны с широким комплексом исследований по физике, теплофизике, технологии жидкометаллических теплоносителей, материаловедению и другим проблемам обоснования надежности и безопасности реакторов на быстрых нейтронах, а также стратегии широкомасштабного внедрения этих реакторов в энергетику России. Владимир Поплавский всегда отличался работоспособностью и целеустремленностью в научной деятельности, умением учитывать мнения подчиненных, умением находить взаимоприемлемые решения с партнерами из других предприятий отрасли. Более того, он был отзывчив к людям, прекрасным семьянинам, любящим мужем и отцом, воспитавшим вместе с женой Татьяной Антоновной сына и дочь. Мы всей семьей прожили в этом месте, в этом доме 36 лет. Воспитали детей своих. Владимир Михайлович защитил кандидатскую, докторскую диссертацию, жили скромно, но жили очень весело. Наверное, многие помнят, друзья, знакомые, как часто они бывали в этом доме в гостях у нас. Мемориальную доску в честь увековечивания памяти Владимира Поплавского выполнил местный скульптор, член Союза художников России Сергей Лопухов. «Несмотря на то, что я много работаю в других городах России и за рубежом, но являясь жителем Обнинска, мне особенно приятно работать над образами жителей нашего города», – отмечает автор произведения. После торжественного открытия памятной доски участниками мероприятия были возложены цветы. Вчера в Малоярославецкой районной администрации состоялась встреча с руководителями организаций, которые помогают многодетным и малоимущим семьям на территории муниципалитета. Тема поддержки таких людей постоянно, на слуху, всегда актуальна. Но Вячеслав Парфенов отмечает, не хватает консолидации. Эта тема стала центральной в ходе общения. Есть много хороших инициатив по помощи многодетным родителям, семьям в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья. Но с точки зрения районного руководства тяжело помогать, не зная всех потребностей. И когда каждый сам по себе и сам за себя, говорит Вячеслав Парфенов. Никто не собирается вот эту марку, фишку забирать друг другу, допустим. Одни занимаются продуктовыми наборами. Надо помещение? Надо, допустим. Надо где-то холодильник попросить, правильно? У спонсоров и все остальное. Я-то руководитель района. Губернатор спросит всегда с меня. Поэтому руководству района важно быть в курсе происходящего. Президент Центра помощи многодетным семьям Многомама подчеркивает, их организация поддерживает без оглядки на политику или религию. Семья, где бы она ни была прописана, дети подопетные, дети приемные, дети свои. И мы всем помогаем, где есть трое и более детей, и где точно нужна помощь. У нас 35 направлений деятельности. Это и культура, и питание, и образование, и саморазвитие, проведение массовых мероприятий, обеспечение доступным жильем. То есть все, с чем сталкивается многодетная семья в своей жизни, в том числе и юридическая, и психологическая помощь, мы это оказываем. Едва ли не самое важное – помочь мамам снять социальное напряжение, отвлечься от повседневных забот. На вопрос о возможности создания ресурсного центра Вячеслав Парфенов ответил, что в такой роли в Малоярославецком районе может выступить администрация. Руководитель проекта «Многодом» рассказал о системе предоставления земельных участков при поддержке социальных партнеров. То есть мы не раздаем землю просто так, отдали и все, да, мы именно так, чтобы пришли на землю те люди, которые хотят, чтобы с моим гектаром мы делали этот розыгрыш гектаров, не то что розыгрыш, но там в кубышке, они должны были предоставить план, проводили обучение, как землю работали, как строить, так это. Потом они, соответственно, ставили свой бизнес-план, чтобы такое, как они с этим участком поступили. Ну, чтобы не было иждивения, не за то, не за иждивение, да, когда они приходят, а за то, чтобы люди сами себя не обучались, старались вместе что-то делать. В Малоярославце добровольцы организовывают банк вещей, раздают продукты. Галина Молоткова годами занимается с детьми с особенностями в развитии. Всем требуется помещение. Идеально было бы всех разместить под одной крышей. Чтобы двигаться дальше, в администрации должно быть известно обо всех нуждах некоммерческих организаций. Мы собрались, допустим, вы сказали, я иду туда вместе с вами, в Гружбу, и вы говорите, Вячеслав Ильич, вот это, 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 это нам подходит, чтобы мы здесь создали один хороший социальный центр для многодетных семей, или там нужно вам строить новое, или искать какое-то новое помещение, там, Гагарин, образом, 24, там, еще что-то, да. И я тогда понимаю задачу, что, вот, но вы идете все вместе, не тянете один то, будет заниматься один тем, мы там, вот, должны быть все вместе, одной командой. В ходе общения Вячеслав Парфенов отмечал, что не все удастся решить быстро, взять хотя бы ситуацию с помещением. Здание бывшей гостиницы «Дружба» собираются передать в управление районным властям, чтобы включить в программу по ремонту. Это займет время, а площади нужны не только этим организациям. Например, надо предоставить где-то репетиционную базу оркестру. Пока представителям организации дали время для раздумий, вскоре состоится следующая встреча, на которой будут решать вопросы с помещением. Дмитрий Глухов, Максим Сечко, Обнинск ТВ, Малый Рославец. На прошлой неделе в Обнинске показывали балет «Лебединое озеро». Несмотря на непогоду, зрителей пришло много. Народный артист, художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев рассказал в интервью нашей телекомпании о новом проекте фестиваля «Грация лета», который планируют провести на территории Калужской области. Народный артист надеется, что название со временем изменится на «Русский балет». По его мнению, это будет более конкретно и адресно. И в рамках этого фестиваля будем приезжать, конечно, мы и показывать все время разные спектакли, новый и новый репертуар. А вот также приглашенные на этот фестиваль. И я уже разговаривал с вашими главными людьми, с губернатором и с помощником губернатора, с министром культуры. И мы договорились о том, что этот фестиваль будет проходить, он будет и в Калуге, и, наверное, в Обнинске тоже, во многих городах. Было бы хорошо, если бы вот этот проект, который создавался сейчас, чтобы он не заглох как-то, не умер, а чтобы он с каждым годом развивался и развивался. 30 июля в Обнинске прошли необычные соревнования, в которых победу одержал тот, кто проехал медленнее всех. Дело в том, что электросамокаты в последнее время стали считаться одним из самых опасных видов транспорта. Участники состязания хотели доказать, что дело в человеческом факторе, а не в самокате. Просто нужно уметь с ним обращаться и соблюдать правила дорожного движения. Для управления электросамокатом права не нужны, а скорость этот вид транспорта развивает весьма прилично и передвигается где угодно и на проезжей части и вне ее. Причем официального статуса участника дорожного движения он еще не приобрел. В соцсетях и СМИ часто можно наблюдать видео наезда нерадивых гонщиков на пешеходов, причем травмы и последствия бывают достаточно серьезными. Поэтому в области и в стране решают эту проблему, как привести самокатное движение в законное русло. В Обнинске решили показать, что и на самокатах можно передвигаться без угрозы для окружающих. Пытаемся приобщить город Обнинск к электротранспорту. Я искренне считаю, что электротранспорт – это транспорт будущего. И, собственно говоря, через такое мероприятие мы показываем, что это нормально и на нем можно передвигаться. Спортивные состязания под названием «Безопасные гонки» проходили на дорожке около одного из домов на проспекте Ленина. Цель была простая – научить желающих управлять двухколесным транспортом с помощью отработки технических приемов. Участники должны были преодолеть полосу препятствий, обогнув во время движения разноцветные фишки. Здорово, покатались, интересно. Молодцы, что устроили. Да ничего, нормальные соревнования, как соревнования. Интересно. А ты что думаешь? Тебе понравилось? Да. А сложно было? Немножко. Ну, получается, где оранжевые фишки, по этой трассе полегче кататься. Можно подрезать, если что, когда в конце начинаешь ехать, то подрезаешь, что-то на зеленых фишках едет. Уровень у каждого участника состязаний, понятно, был свой, но в такой дисциплине, как медленные гонки, мог выиграть даже новичок. Девиз «тише едешь, дальше будешь» к этому моменту подошел как нельзя кстати. Надо удержать равновесие, выполняя движение на предельно минимальной скорости, при этом пытаясь обойти препятствия. Если нога коснулась земли, все, победа переходит сопернику. Ну, я тоже как бы в первый раз ездил, ни разу не катался на них. Хотел, конечно, попробовать, но не давали. И первое ощущение, думаешь, как будто ты сейчас проиграешь, когда несколько фишек ты, допустим, проехал без поворотов. Думаешь, что проиграешь. Оказывается, не надо. Если хоть ты немного и проигрываешь, не надо падать духом. Ни разу не катался. Не, раз брал на прокат, так чаще с другом покатались. И вот сейчас попробовал. Легко, конечно, для детишек. Вот так круто. В финале победителей ждал приз и памятка о том, как правильно вести себя при эксплуатации электросамоката, будучи участником дорожного движения. Совместили полезное с приятным. Елена Филина, Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск-ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.